Тотальная фальсификация. Именно так президент Грузии Саламе Зоробишвили охарактеризовала итоги парламентских выборов в стране и отказалась признать их результаты. «Мы не только свидетели, но и жертвы того, что по сути является российской спецоперацией. Можно сказать, это новая форма гибридной войны против нашего народа». Парламентские выборы в Грузии 26 октября закончились победой правящей партии «Грузинская мечта». Она набрала около 54% голосов. Вместе с ней в парламент прошли четыре оппозиционных партии. Две из них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» – отказались от своих мандатов, потому что считают выборы нелегитимными. «Мы не собираемся признавать эти выборы. Я лично не собираюсь занимать место в парламенте, потому что этот парламент нелегитимен. Что касается того, есть ли у нас план, как защитить волю грузинского народа, то такой план существует. Естественно, это будет акцией полномасштабного гражданского неповиновения». В Кремле обвинения во вмешательстве в выборы отрицают. И наоборот, говорят о попытках повлиять на выборы со стороны западных стран. «Недооруженным глазом видны также попытки вмешательства, но не со стороны России. То есть оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран, из европейских институтов различных. Собственно, никто даже не скрывал, это были публичные заявления». За ходом голосования в Грузии наблюдали ряд международных организаций, включая миссии от АБСЕ и Европейского парламента. Все они отмечают массовые нарушения. «Наши команды стали свидетелями высокого напряжения, неразберихи и хаоса на некоторых участках, а также вбросы бюллетеней, нападения на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей из мисс участков, уничтожение жалоб, запугивание избирателей на участках и за их пределами, присутствие партийных наблюдателей, выдававших себя за обычных наблюдателей. Кроме того, не всегда обеспечивалось тайно голосование». В ЕС и США категоричных заявлений о непризнании выборов пока не делали, однако призвали расследовать все нарушения. При этом у населения Грузии чувства по поводу итогов голосования неоднозначные. «Думаю, результаты хорошие, всё было прозрачно, лично я удовлетворена». «Мы не можем признать эти выборы, мандаты распределялись незаконно». «Я ожидала таких результатов. Для меня они приемлемы. Я лично голосовала за грузинскую мечту. Я в шоке от масштабов фальсификаций. Я этого ожидала, но не в такой степени». Несмотря на обвинения в фальсификации, часть голосов «Грузинская мечта» действительно получила от своих многочисленных сторонников. Даже опросы оппозиционных каналов показали, что за неё проголосовали минимум 40% избирателей. «В конечном итоге именно социально-экономические вопросы имели решающее значение для страны. И ни оппозиция, ни правящая партия не обсуждали эти вопросы в достаточной степени и играли на поляризации в обществе. Я думаю, проблема в том, что оппозиция на самом деле не предложила альтернативу. Люди не видят принципиальных отличий. Вот поэтому много людей проголосовали за грузинскую мечту». Тем не менее, грузинская оппозиция не собирается сдаваться. Ряд партий, а также президент Грузии призвали граждан выйти на демонстрацию против нечестных выборов 28 октября.